Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Луис Монрой. Последнее мгновение Атталлы. 1871 год. Холст масла. 120 на 162. Данная картина вдохновлена романом французского писателя-романтика Франсуа Рене де Шатабриано «Аттало» или «Любовь двух дикарей в пустыне», написана в 1801 году. 1872 год. Согласно замыслу автора, действия, драматические истории, рассказывающие, как опасна экзальтация и непросвещенность в вопросах веры, происходила в Северной Америке. Принявшая крещение дочь испанца и индианки Аттало, рискуя собственной жизнью, спасла от жертвенного костра пленника по имени Шактас. Она подкупила подарками жреца, напала охранников огненной водой и ночью бежала вместе с возлюбленным. Но этому чувству не суждено было иметь счастливый конец. Чтобы не нарушить данный обет, посвятить жизнь царице небесной, девушка приняла яд. Художник изобразил роковой момент, когда умирающая Аттало узнала от священника, что христианская вера не требует жертв, превышающих человеческой силы. Слишком тяжелое для юной души обязательство могло быть снято. Темную пещеру озаряет огонь, зажженный отшельником, и в его свете зритель видит бледное лицо красавицы, смертным одром, который служит постель из мха, снятого с кипарисов. Рядом с ее челом цветок магнолии, сорванный Шактасом в надежде, согласно верованию его народа, что душа младенца с каплей росы снизойдет его лепестки, и счастливый сон вложит ее в грудь той, которую он собирался взять в жены. Молодой индеец, простерший руки в отчаянии, принял крестик добродетельной девушки, которую она просила сохранить в память о ней. Вот такое описание я нашел в интернете к картине «Последние мгновения от Аллы» Луиса Монроя. Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом «Великий музей мира». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok